Свобода уже близка, она видна. 3-5-7 лет, это уже близко, это уже руку можно протянуть. Сегодня ставятся уже другие задачи. Начать включаться в процесс сопротивления. Смотрите, как чистятся депутаты Госдумы. Пачками сдают мандаты. Это все элемент вот этого технологии «огонь по штабам». И дальше процесс сверху и процесс снизу должен соединиться. Должен соединиться. Первое, что им надо, на мой взгляд, сделать, это посвятить какое-то время изучению политической ситуации в стране. Вникнуть в технологию оккупационного механизма. Вникнуть в свое место. И роль обратиться к истории своих просто членов семьи. Дедушки, прадедушки. Это же все есть в письмах, есть в альбомах. Понять, как они вместе со страной выходили из системы оккупации, из системы внешнего вторжения, из системы захватчиков. Потому что опыт, он всегда одинаковый. Опереться на своих предков. Идеологически, психологически, а главное умственно. То есть, понять. Главное понять процесс, понять проблему. Оценить эту проблему. Понять, что телевизор — это сплошная технология вранья с утра до вечера. Там вы никогда не услышите ни слова правды. В принципе. Потому что эта правда будет, даже если есть, она обвязана вокруг, сбалансирована кучей лжи. Вот это первый этап. И второй этап, поскольку свобода уже близка, она видна. Три, пять, семь лет — это уже близко, это уже руку можно протянуть. То уже можно и включаться в конкретные технологии этой. Вот если бы мы с вами говорили лет пять назад, я бы сказал, сохранить силы. Просто выжить. Остаться русским человеком в условиях уничтожения тебя как личности. Сегодня ставятся уже другие задачи. Начать включаться в процесс сопротивления. Находить технологию этого процесса. Да, наверху Путин как национальный лидер, внизу миллионы людей, между ними предательство элит. Это есть. Но уже начинает срабатывать технология пробивки этой прокладки между национальным лидером и массой людей. Она начинает размывать эту прокладку. Эта прокладка начинает колебаться. Там идут свои процессы. Посмотрите, как чистятся депутаты Госдумы, которые пачками сдают мандаты. Это все элемент вот этого технологии огонь по штабам, который сверху запускает Путин, а снизу он должен быть поддержан миллионами людей. Поддержан сознательно. Это должно быть механизм взаимодействия. То есть технологии поддержки Путина. Я это сразу говорю. То есть надо смотреть на него, на национальный лидер, но при этом надо понимать вещи. То есть вот вам говорит телевизор, вы должны сразу включили, что там сегодня вам наврут. И сразу вы делаете обратные выводы. То есть вам пытаются рассказать какую-нибудь гадость, а вы понимаете это в обратном ключе. Наши предки это умели. Еще недавно. Между строк читали 25 лет назад всего лишь. Спросите у родителей. Они же знают, как читать газету «Правда» между строк. То есть мозги-то есть. Надо просто начать ими пользоваться. И дальше процесс сверху и процесс снизу должен соединиться. Он соединиться в конечном итоге, конечно, внешне на улицах. Но это будет организованный процесс и организованный Путиным. Вот как он был. Вот условно, когда Путин поднял людей на Поклонную площадь, надо было бы приходить. Люди не пришли. Ну то есть пришло мало. Вот эти процессы должны быть, а он же был организован. Если бы на Поклонную площадь пришло 3 миллиона человек, мы бы уже были свободной страной. Только через мозг, только через сознание, через опыт своих дедов и прадедов. То есть к этому надо быть готовым. Личная школа. То есть путь свободы сегодня лежит через личное понимание мира, через личную оценку ситуации, через нахождение для себя лично пути спасения своей родины. Ни на кого нет надежды. Только на конкретного человека, который думает о себе и о своей родине. И это автоматически он спасет себя, свою семью и страну. Это один процесс. Вот как наши деды, которые на войне шли и клали свои жизни. Они тем самым спасали, несмотря на себя, свою семью и свою родину. Абсолютно одинаково.